В Ленобласти спасли собаку, привязанную возле загоревшихся построек. В селе Манулова в частном домовладении загорелись хаспостройки, возле которых был привязан пес-владельца. В селе Манулова в частном домовладении загорелись хаспостройки, возле которых был привязан пес-владельца. Когда на тушение огня прибыли спасатели, на собаке уже начала гореть шерсть, но от стресса пес бросался на людей и не давал отстегнуть цепь. В итоге, когда собаку отвязали, она уже не могла бежать и упала на снег, ее оттащили с волоком в безопасное место. Сейчас пес отошел от пережитого и снова на ногах, снова готов строжить вверенную ему территорию, сообщила фонтанка А, в Холмском районе 27 января загорелся двухэтажный дом Люди и собаки спаслись, а коты погибли На Камчатке целый поселок остался без света из-за орлана Белоплечий орлан прилетел к ЛЭП в поселке Ключи Белоплечий орлан прилетел к ЛЭП в поселке Ключи Птица погибла, сев на опору Произошло отключение с электроэнергии На восстановление линии электропередачи ушло около 40 минут Прокомментировал ситуацию с хищной птицей Мирослав Бабушкин, кандидат биологических наук Орланы стараются, облетая территорию, садиться на самые высокие точки, откуда им хорошо все видно и легко вести контроль за происходящим вокруг, сообщил Камчатка-Информ Для предотвращения случаев гибели птиц на опоры ЛЭП нужно ставить специальные птицезащитные устройства, чтобы птица не пострадала Аналогичный случай, тогда погибли орлан и сапсан, был в Волгоградской области несколько лет назад Суд по ИСКО областного Минприроды обязал энергетиков выплатить более миллиона рублей за двух птиц Белоплечий орлан, крупная птица семейства ястребиных С ее масса, до 9 килограммов, питается в основном рыбой, занесена в Красную книгу РФ Откапываем оленей В Казахстане лавина погребла животное В Казахском селе Катон-Карагай лавина, сошедшая с гор, погребла под снегом целого оленя Местные жители нашли зверя по торчащим рогам из-под снега Они смогли откопать животное и выпустить его на волю Оленю повезло, жители могли и не заметить рога среди бесконечных полей снега в районе Смотрите видео по теме В Казахстане лавина погребла под собой оленя 21 февраля 2024 В Тульской области скорректировали сроки весенней охоты на птиц Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в указ 2022 года По которому охота на водоплавающую и боровую дичь весной 2024 года в регионе будет организована по новым датам Скриншот указа прикрепляется Свердловчане смогут оформить единый документ на добычу ресурсов Выдачу единых разрешений планируют выдавать с 21 по 30 апреля Выдачу единых разрешений планируют выдавать с 21 по 30 апреля К этому сроку охотнику предстоит определиться с планами на предстоящий сезон В путевке он сможет указать сразу нескольких животных из перечня Косуля, медведь, кабан и лось При подаче единой заявки на охоту потребуется указать место и интересующие виды охотничьих ресурсов Сообщил Интерфакс со ссылкой на Пресс-службу регионального парламента Соответствующие изменения в региональный закон утвердили парламентарии Изменились правила подачи заявки на Охоту на другие ресурсы Ранее требовалось подавать заявки за 45 дней до старта охотничьего сезона С внесением изменений крайним сроком выдачи будет Считаться предпоследний день перед началом сезона Начиная с последнего вторника марта Начнется выдача разрешений на добычу кротов и птицу Прием заявок на осенне-зимнюю охоту птиц и волков Начнется с 3-го вторника июля На добычу пушного зверя Со 2-го вторника того же месяца В Ростовской области составят новую карту для охотников В регионе выделены средства на формирование Новой схемы охотничьих хозяйств В регионе выделены средства на формирование новой схемы охотничьих хозяйств. В настоящее время согласно действующей электронной карте существует более 250 хозяйств, занимающих более 9 миллионов гектаров. Учитывая, что в последний раз учет охотничьих хозяйств проводился в 2015 году, возникли неизбежные изменения. По распоряжению губернатора Василия Голубева будет проведена ревизия лесных угодий, пересмотрено их назначение и роль. Все земли, непригодные для охотничьего хозяйства, будут исключены из реестра охотугодий Ростовской области. На корректировку схемы охотничьих угодий выделено порядка 11,7 миллиона рублей, работы планируют завершить до конца этого с года. Сообщили на официальном портале правительства Ростовской области. В Ростовскую область приезжают охотиться на хищных псовых, бобра, норку, хоря, копытных. При этом действуют сезонные запреты на добычу отдельных животных и птиц, запрещено использование гонщих при загоне копытных. Мы не дикари, два лося, переосмыслили свои взгляды на битву в видео. Некоторые лоси понимают, что драться рогами иногда чревато травмами, а потому следует быть осторожными. Да и стоит ли порой так рисковать? И пусть весь мир подождет. Серега, мы сегодня сражаться-то будем? Наверное, надо. Вроде так заведено. Ну тогда нападай, что ли. Давай ты. Ну, давай. А чего ты стоишь как пень? Да нас все равно никто не видит. Смотрите видео по теме, когда традиция схватки требует пересмотра. Мудрые лоси. 21 февраля 2024. Видео. Топчут и уничтожают растения. На севере России сокращают число оленей. В поселке Нельмин нос Ненецкого автономного округа стада северных оленей стали уничтожать растительность, нарушая природный баланс региона. Отмечается, что одно из фермерских подворий вынуждено сократить количество оленей, проведя традиционный забой зверя. Причем изначальное поголовье ранее было сокращено с 5000 до 2500 голов, однако этого оказалось мало. Соседние фермерства жалуются, что стада с превышающим количеством оленей становится настоящей угрозой земле и всему живому на ней, выедая растительность под корень, не дав ей восстановиться. В связи с этим в поселке пройдет еще один забой, который сократит количество оленей с 2500 до 2000 голов, передает МК в НАО. В Подмосковье лосиха с сыном вышли пообщаться с лыжниками. Видео. В пригороде Воскресенской Московской области лосиха с годовалым сыном вышли пообщаться с лыжниками. Их не смущало ни количество людей, ни лыжные палки, ни разговоры между людьми. Напротив, лосиха была, кажется, в хорошем настроении, а ее детеныш все искал способ подкрепиться за счет мамы. Смотрите видео по теме лосиха с сыном вышли пообщаться с лыжниками 21 февраля 2024 видео. Субтитры создавал DimaTorzok